Реальность такова, что армяне доказали всему миру свою ненависть карабахскому клану. После деоккупации азербайджанских земель нам стали известны факты нелегальной торговли со стороны карабахского клана зенгеланского золота. Мы узнали, что долгие годы через границу Ирана и оккупированные азербайджанские земли проходил контрабандный караван. Как передает Ахарас, об этом заявил известный российский политический деятель Максим Шевченко в эфире передачи королей и пешки. По его словам, карабахский клан все эти годы оккупации наживались, а народ жил в нищете. Дело в том, что это все рейтинг были фальшак. Это была пропаганда, которая вело международное армянство, российское армянство, российско-армянское лобби в пользу Кочаряна. Кочарян считался ставленником Путина. Кочарян везде как бы намекал, что он друг Путина, везде фотографии Путина с Кочаряном размещали, везде фальсифицировали данные о реальных настроениях населения республики Армения, о том, что якобы армяне подавлены поражением в Карабахской войне и в общем вели шовинистическую и реваншистскую пропаганду. Мы видели ко входе выборов и дети Маргариты Симонян пели, а зачем это надо было маленьких детей петь армянской песни, об этом писали, где они там, значит, там убей турка, там вот есть такие вот слова, допустим, или этот митинг в Вереване, там где певицы тоже, там эти воинственные песни. Оказалось, что это все в корне неверное понимание реального настроения армянского народа, живущего в Армении, граждан Армении, потому что у нас часто говорят армяне и сюда голоса армян, живущих в Краснодаре, в Ростове или в Москве, или на Зубовском бульваре, вон, или в НТВ, они как бы выдаются за голос реального граждан Армении, что, как выясняется, просто ошибка. Реально народ Армении, а две вещи, ненавидит карабахский клан, не карабахских армян, естественно, а карабахский клан, который за 30 лет этой войны с 92 года, который привело к тому, что армяне полностью потеряли Азербайджан, поссорились с азербайджанцами, не решили никак, никакие проблемы экономические, социальные, военные, геополитические выступали в роли оккупантов перед всем миром, да, и должны были оправдывать это, там, Тиграном Великим, Геродотом и еще какой-то фигней. В то время как карабахский клан, его, по крайней мере, вожди и те, кто к нему принадлежал, и наживались вокруг него, и разного рода международные спекулянты, катаромбандисты, торговцы оружием, энергоресурсами, нелегальные торговцы с зангеландским золотом, которое добывалось на оккупированной территории Азербайджана в Загелане. Теперь мы знаем, что через границу Ирана и оккупированной территории Азербайджана проходили контрабандные целые какие-то караваны, еще, наверное, выяснить, что это за контрабанда была такая, да. Вот эти люди наживались, а народ Армении жил в нищете, в бедности, все больше и больше. Ему еще это в народу говорили, иди умирай, умирай, там, за священную империю Тиграна Второго, там, за священные армянские земли, говорили наевшиеся богатые люди, которые тут сидят в Москве, как бы в Барвихе, там, в, значит, в этой самой, в Переделкино, понимаете, и ни в чем все не отказывают. Это им говорили о армяне российские, это им говорили о армяне французские, это им говорили о армяне американские, и, наконец-то, мы слышали голос армян-армянских. И голос армян-армянских, он очевиден. Мы не хотим войны, мы хотим соблюдения человеческих гражданских прав, мы хотим жить, как живут народы Европы, потому что люди прекрасно понимают, многие армяне, молодое поколение, это люди, которые учились, вот я знаю, вы учились, в Европе, наверняка вы сталкивались с армянами, но не было же никакой ненависти, я так думаю. За границей, да. Конечно, вы можете даже сидеть в одной компании, шутить, там, да, вот, могу вам сказать. Поэтому молодое поколение не хочет больше этого. Кочарян гарантирует войну. Кочарян прямо сказал, будем биться за арцах. То есть они, получается, голосовали не за Пашиняна, а против Кочаряна? Они голосовали против войны, против шовинизма, против того, чтобы опять жить в этом диком средневековье, понимаете, с элементами какого-то фашизма, даже нацизма, я бы сказал, где разговор о расе. Мне, вот, я помню, мне прислали видео, где какая-то, ее называют философом, я посмотрел, да, она ученый, Идамар Тиросян, она говорила просто открыто, вот у нас от электростанции, надо взорвать ее, да, видели, да? Я видел, да, ваши вопросы. Да, надо взорвать, говорит, что, если мы потеряем Карабах, все, терять нечего, уйдем мы, пусть все уйдут вокруг нас. И ее собеседник говорит, да, ты права, и так и надо сделать, да? То есть это вот мы о чем говорим тогда? Вот молодой поколение, я думал, в ужас приходит от этих больных психопатов просто. Он им говорит, пошли вон отсюда. Армяне сами решат, как им жить. Я вас уверяю, что мирный договор Азербайджаном между Арменией и Азербайджаном, признание границ, отказ от территориальных претензий, приводит к тому, что армяне смогут жить в Карабахе, захотят, наверное, в Гинже, в Баку, где жили. Я уверен, что и азербайджанцы вернутся на свою родину, в Ереван, там, в Дилижан. Много азербайджанцев жили на территории Армении. Молодые поколения вообще не понимают, зачем это надо. А те, кто понимает, те еще видят, что те, кто разжигал эту войну, стали миллиардерами. В то время как сейчас в Карабахе должны были умирать. Там ребята, мы видим их матерей, там нету богатых. Там просто бедные ребята были под этими ударами байрактаров, там, и погибли с обеих сторон. Ну ладно, для азербайджанцев была отечественная война, да. Я знаю, я был в Азербайджане после войны, в Ивановке даже, русские там два шахида. Да, погибли ребята, там все шли, не потому что их приказывали. Я знаю, ребята тут плакали в Москве, что мы не можем идти родину освободить нашу. К сожалению, из-за коронавируса не можем поехать туда, да, мне рассказывали. Я вот разговаривал с людьми. А армяне за что умирали? За Кочаряна? За его миллиарды? За Ару Абрамяна? За Варданяна? За Цулукяна? Конечно, так поговоришь с армянами, я часто разговариваю. У меня есть и знакомые хорошие, есть и друзья армяне, они близкие. У Архана Джамаля, покойного, его близкий друг очень был армянин, значит, Вардан, Варданян, очень достойный. Я к нему как к брату отношусь. Он нес гроб Архана, он с юных лет его. Он армянин оттуда. Он мне говорит, слушай, Леон Атерпетросян, мы знаем, это старый лист, да. Я ему говорю, Вардан, но он же вот говорит разумные, конечно, говорит разумные вещи. Конечно, надо идти к миру, конечно, надо к миру. Это человек старшего поколения. Он воевал в Первую войну в Карабахскую. Как молодой тогда, у всех тогда были такие, понимаете, сердца горячие. Он говорит, все, мир нужен. Устали мы, устали от этих карабахских жуликов, устали от этих миллиардеров. На самом деле это то, что происходит в Армении, это национальная революция в каком-то смысле. Я уверен, что если армянский народ обретет себя как субъект, именно не как представителя огромного армянского мира на маленькой территории Кавказа, да, а именно как граждан уникального государства, единственного на земле, государства Армения, которое не в Марселе, не в Сан-Франциско, не в Переделкино, где Ара Абрамян живет, не в Краснодаре, не в Ростове, а в Которую именно там, в Ереване, в Дилижане, там, я не знаю, там и так далее, если они наконец-то займутся своими интересами, а не обслуживанием интересов этих жуликов международных, проходимцев бесконечных, то я уверен, граница с Турцией откроется, граница с Азербайджаном откроется, а Армения станет такой же прекрасной, как и Швейцария, только Армения, отказавшаяся от претензий территориальных, от ненависти к соседним народам, от разжигания шовинизма и эксплуатирования чувства национальной неприязни. Пашинян работает, в отличие от Ливона Тер-Петросяна, в реальной политике, он должен говорить все-таки то, чтобы его не обвинили в том, что он там, они же пытаются представить там, он агент Ардагана. Предатель. Да, там, предатель. Мы видим, что народ Армении по-другому думает, народ Армении ждет от него, у него такой же феномен, как у Зеленского, между прочим, Пашинян это тоже символ мира, Карабахцы это бесконечно бессмысленная война, ненависть и блокада. С Пашиняном связывают надежду на продолжение подписания, да, кровью оплаченного армянской и азербайджанской, невинной, на мой взгляд, кровью, можно было без этого обойтись совершенно спокойно, с гораздо большей выгодой для всех, да. Ну вот они так решили, да, оплаченную кровью этого соглашения, да, потенциальная платформа шести, открытие границ, значит, торговли с Турцией и с Азербайджаном, это изменит жизнь тех, кто там живет, людей. Вот те армяне, которые, возможность для армян, президент Алиев Ясен сказал, пожалуйста, приезжайте в Карабах, живите, да, в своих армянских домах. Ну а дадим гражданство. Гражданство, ну а почему, у меня тоже вопрос, почему российское гражданство иметь это нормально, французское нормально, американское нормально, ливанское, ну, Ливан и Сирия это коренная, это просто родина армян, на мой взгляд, поэтому это вообще нормально. Турецкое гражданство нормальное, а азербайджанское это там с ума сойти, как предательство страшное, да. Значит, в Пятигорск переехать это не предательство, а в Карабах это предательство. Нет, я скажу армяне, приезжайте в Карабах, я вас уверяю, еще многие в партию Ени Азербайджан вступят, мы еще увидим это. Мы знаем этот, поэти, разумный и целеустремленный народ. Когда появятся реально, как бы появятся первые люди, еще в Меджлисе вы видите, в Баку армян. После подписания всеоблемящего соглашения о признании границ, государственных границ Армении-Азербайджана. В частности, Шушинская декларация, это, безусловно, шаг к этому. На самом деле, понятно, что Азербайджан мог бы военным путем решить этот вопрос. Тем более, после Шушинской декларации при поддержке Турции. Понятно, что все безумные заявления Кочаряна, мы вернем Гадрут, мы вернем Шушу, они приведут только к... К возобновлению скала. Не к возобновлению, они приведут к тому, что Турция вступит просто в войну. И вступит в войну Россия. Еще неизвестно, чем эта война закончится, между прочим. Понимаете, поэтому этого никто не хочет. Реально. Кочарян просто действует как опасный провокатор в данной ситуации. Уверен, что это не позиция Путина. Он столько клялся, что он там друг Путина. Уверен, что вряд ли Путин хочет, чтобы армянский народ встал перед лицом союза азербайджанской, турецкой, как мы сейчас видим еще и пакистанской, возможно, армии. Понимаете, что, возможно, между Азербайджаном и Пакистаном будет соглашение подписано. Крайне интересно. Я думаю, что Платформа 6, вот она реализация. Платформа 6 не может быть подписана при наличии территориальных претензий друг к другу. Если Грузия ее подпишет, значит, это будет решен вопрос между Россией и Грузией тоже. Платформа 6 это стратегическая цель, которой не просто дойти, но к ней можно дойти. Если к ней дойти, то реально Кавказ и окружающие его территории, то есть Россия и Иран, Турция и территория Каспы станет территорией мира и сотрудничества. Западу это, конечно, не надо ни с какой вообще. Западу надо, чтобы в исламском мире, везде на Востоке от него были просто раздоры, ненависть и межнациональные какие-то средневековые склоки. Поэтому я думаю, что прийти к этому надо. Сейчас педалировать не надо, вопрос. Я Ильхаму Гейдаровичу указывать не буду. Вопрос статуса вы имеете в виду? Ну, он лучше меня просто, понимаете, слушайте, он выпускником ГИМО, преподавателем ГИМО, и он провел стратегически политику Азербайджана последних 20 лет, когда он его возглавляет, таким образом, что он пришел вот к этому, к Шушинской победе. Я думаю, он прекрасно понимает, что в политике не все вопросы надо вот сразу как бы брать, да. Я думаю, что, еще раз говорю, теперь время мира, теперь партия войны должна потерпеть поражение. И надо перейти при посредничестве, без участия России этот вопрос решен, естественно, не будет. Сейчас вот Эрдоган и Алиев прилетят к Путину, скорее всего. По крайней мере, заявления об этом были, я не знаю, когда будет встреча, говорят скоро. Я думаю, что будут обсуждаться все эти вопросы, серьезно. Тем более, они ждали, понятно, почему не было встречи, до выборов в Ереване не было смысла. Если бы победил Кочаряна, совсем другая была бы конфигурация тогда. Победа Пашиняна и комментарии со стороны МИДа и Пескова по поводу победы Пашиняна, это очень такой серьезный шаг. Хотя я уверен просто, что в Женеве Байден поставил перед Путиным условие разорвать стратегические партнерские отношения с Турцией. Я просто уверен на 100%, что это условие было. Было два условия, разорвать отношения с Китаем и разорвать отношения с Турцией. Но в интересах России, подчеркну, в интересах России это заболежение с Турцией, с Азербайджаном для России. Это просто стратегически для нас. Там лежат золотой ключик нашего суверенитета, независимости от Запада. Поэтому я верю в рассудок и президенту Путину, и президенту Алиеву, и уж тем более президенту Эрдогана. У Азербайджана очень хорошее отношение благодаря еврейской и азербайджанской общине с Израилем. Мне кажется, что Азербайджан может выступить очень серьезным посредником сейчас, когда шовинистические силы в Армении потерпели поражение, посредником диалога между Ираном и Израилем. Потому что я полагаю, что на самом деле, если есть две страны, которые должны бы между собой заключить соглашение, то это и Израиль, и Иран. Надо отказаться от строительства новых территорий, надо нанести удар по внутренним фашистам, как в Армении. Вот сейчас фашисты в Армении потерпели поражение. Но я полагаю, что когда-нибудь в Израиле, как и в Армении, появится разумное поколение, которое подумает, что мы тут сидим за этой стеной семиметровой. Может, это будут как-то азербайджанские евреи, очень толерантные, или грузинские евреи, которых я очень хорошо знаю, и азербайджанских, и грузинских. Это люди, которые вообще лишены какой-то там исламофобии, каких-то фобий. Они бы вообще с палестинцами или бухарские евреи, договорились бы очень легко. Они жили среди мусульман столетиями, правда, у них вообще с этим проблем никаких нет. Я думаю, что в Израиле тоже должно вырасти когда-нибудь новое поколение, которые скажут, хватит нас держать за этими стенами и за этими танками Меркава. Мы тоже хотим сесть на машину в Иерусалим и на выходные в Бейрут поехать отдохнуть, понимаете. Сколько можно жить уже в этом мире 20 века, где война, кровь, ненависть, взаимная национальная неприязнь и так далее. Она типа доминирует, уже люди понимают, приходит эпоха нового социализма, новой справедливости. Молодое поколение мира начинает понимать, что все эти шовинистические идеи позволяют просто зарабатывать каким-то дельцам. Там, где национализм, там, где ненависть к другим народам, зарабатывают финансовые спекулянты.